МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несколько тысяч километров труднодоступной местности в условиях вечной мерзлоты и сибирской тайги. Строительство крупнейшей газотранспортной магистрали в истории России, небывалое по своим масштабам и сложностям. Газопровод – сила Сибирь. Его возведение стало настоящим профессиональным вызовом для строителей. К этой работе были привлечены лучшие специалисты – от проектировщиков и водителей до сварщиков и даже поворок. Силы этого проекта в работе инженеров и проектировщиков, силы этого проекта в рабочих, которые, несмотря ни на что, прокладывают этот маршрут, силы этого проекта в технике, которая работает в нечеловеческих условиях. Каждый из этих людей совершил собственный профессиональный подвиг. Для кого-то он был первый, для кого-то – очередной. Благодаря всем им удалось реализовать этот грандиозный по замыслу и значению проект. Кто они? Как работали и решали свои непростые задачи в суровых условиях? Какой была эта стройка для них? Амур – полноводный и быстрый. Прямо по нему проходит государственная граница. Там, за рекой, на другой стороне уже Китай. Мировая фабрика по производству всего – от одежды до электроники. Естественно, это очень привлекательный, очень хороший рынок, для того, чтобы мы с нашими китайскими партнерами могли как бы вот эту взаимную выгоду реализовывать. Совсем скоро эта страна начнет получать долгожданный российский газ. Он придет туда по газопроводу «Сила Сибири». Эта магистраль станет мощнейшей артерией, которая принесет новую энергию не только в соседние Китайки, но и в наши дальневосточные земли. Это не только там дополнительные налоги, дополнительные доходы регионального, федерального бюджета и так далее. Но это и дополнительные рабочие места. И что не менее важно, что частично эти ресурсы, разрабатанные в плане с отрождения, пойдут и на внутренний рынок. Для нас это имеет важное значение. Почему? Потому что мы можем диверсифицировать наш экспорт. Не только на Западную Европу. Газопровод будет нужен и через 20 лет, и через 40 лет, и через 60, и даже через 100. Потому что газ – это топливо 21 века. Газопровод «Сила Сибири» по замыслу проектировщиков должен пройти через три региона России – Иркутскую область, Якутию и Амурскую область до границы с Китаем. Общая длина газотранспортной магистрали – более 2000 километров, а проектная мощность составляет 38,5 миллиарда кубометров газа в год. В первую очередь это необходимо России. Это освоение регионов, где не ступала нога человека, где практически не было рабочих мест, где не было электричества и связи. Газ, который приходит в этот регион, позволит развивать его. И все благодаря трубе, вслед за которой следует цивилизация и благополучие, индустриализация и технические прогрессы. Специалисты еще до начала строительства называли «Силу Сибири» одним из самых сложных и амбициозных проектов в нашей стране. Это газопровод по новым технологиям. То есть вот это работает не просто на то, чтобы труба долго пролежала и надежно работала, но и на развитие научной сферы. Большая часть газопровода должна была пройти по труднодоступным местам с жестким климатом и сложными геологическими условиями. Тот факт, что мы сможем газифицировать регионы, тот факт, что там в строительстве участвуют российские подрядчики в основном, тот факт, что там будет работать сейчас больше людей, как бы и промышленность пойдет в эти регионы. Когда впервые в эту местность прибыли строители, не верилось, что в этих диких местах возможно построить что-то грандиозное. Ведь здесь даже дорог почти нет. Но задача поставлена. Проект государственной важности. Все понимали, будет тяжело. Разве когда тут строили БАМ или возводили на Дальнем Востоке космодром, было иначе? Приходилось накатывать, делать монтажную полосу для транспортировки техники, завоза материалов. В связи с удаленностью, да, это было непросто. Сложная геология, сложные грунты, имеются скальные породы, ну и зона вечной мерзлоты. Якутия. Самый большой регион России. Ее площадь более трех миллионов квадратных километров. При том, что численность населения меньше одного миллиона человек. В этих безлюдных просторах зимой стоят экстремальные морозы. А коротким летом столбик термометра нередко поднимается за плюс 30. Земля здесь твердая, как камень. Ведь за долгую зиму она промерзает на много десятков метров. Поэтому часто, прежде чем начать разработку траншей, приходится вызывать взрывников. Иначе этот грунт никак не победить. На сегодняшний день мы уже прошли порядка 60 километров. Ну и еще у нас в этом году запланировано 110-112 километров пройти буро-разрыв. Специально под заряды пробуриваются лунки глубиной от 2 до 4 метров на небольшом расстоянии друг от друга. Местность оцепляют, проверяют, нет ли на территории посторонних или животных. А затем дело техники. Взрывная станция, доложите готовности. Взрывная станция, к работе готова. Взрывная станция, подаем импульс в сеть. Принял, работаю. Издали это напоминает мчащийся с дикой скоростью по рельсам паровоз. Вот только это не дым, а клубы земляной пыли. Взрыв спланирован так, чтобы разлет осколков мерзлого грунта был минимальным. Ну, в данном случае не больше метров 50. Используется коротковременное взрывание. Не мгновенно, а через промежуток времени. Из-за этого уменьшается разлет породы. Соответственно, уменьшается вред природе нашей. На такое зрелище можно смотреть снова и снова. Этот взрыв – яркое свидетельство покорения строителями суровой сибирской земли. Жесткой и холодной. Эти края всегда были суровы. Строить тут что-либо сложно даже летом. Амурская область. Недалеко от Шимановска. Восемь утра. У Дмитрия Ломовцева начался рабочий день. Сегодня ему предстоит очередной рейс до трассы. Место строительства нитки газопровода. Эта машина называется плетивоз. Она перевозит огромные трупы. С ней Дмитрию предстоит проехать 70 километров до участка строительства. Два рейса в день мы успеваем делать. Это рейс до обеда. Загрузился, приехал на трассу, там разгрузился. Вернулся на базу, пообедал. Опять загрузился. И часов до шести где-то мы успеваем второй рейс делать. Ну, грязь и бездорожье в основном это уже там, на трассе, на трубе. Когда по трубе идем, асфальт федеральной трассы от базы где-то километров может быть семь, восемь. Ну, вот так. Но добраться до федеральной асфальтированной трассы быстро у Дмитрия не получается. Похоже, что-то случилось с плетивозом. Беглый осмотр проясняет ситуацию. Порвался тормозной шланг между тягачом и прицепом. Путь продолжать нельзя. Это опасно. Ведь за спиной у водителя 20 тонн груза. Действовать надо быстро. Труба нужна на стройке. Ждать помощи механиков, которые должны выехать к нему с базы, просто нет времени. Важность нашей профессии состоит в том, что если мы не привезем трубу, то будет просто все стоять. Будет стоять тяжелая техника. Не будут варить сварщики. Пока установилась благоприятная погода, водители стараются доставить к месту труб с запасом, чтобы работа не останавливалась. Дмитрий старается нагнать упущенное время в пути. Он уже немного выбился из графика, но здесь это допустимо. Работа тут не может быть простой. Бывает всякое. Были участки такие, вот ездили мы по зиме. Там, ну просто до трассы едешь, вот такая дорога вся, щебенка. И таять начинал, мы ее выбили всю. До нас выбили, мы выбили. В общем, до трассы, прям до трубы такая дорога. Там хорошо, если успеваешь рейс сделать в день. Дороги здесь узкие. Полно мелких речушек, рельеф сложный. Многие местные мосты и даже отдельные участки пути строители газопровода отремонтировали или буквально сделали заново. От состояния местной дорожной сети зависит скорость всего грандиозного строительства. Кое-где на бездорожье сооружали и временные переправы, способные выдержать тяжелые автомобили. Есть такие специальные, как понтоны. Они как углепластик, ну что-то такое пластиковое. Они сами между собой цепляются, фиксируются. По любому болоту проходишь. Вообще нигде ничего. Зимой же главная проблема для всех, кто работает на строительстве силы Сибири – холода. Тем, кто работает на морозе, необходимо много сил и энергии. Поэтому и рацион тут весьма богатый. А как иначе? В здешних условиях меню должно быть особо калорийным, а блюдо – по-домашнему вкусным. Марина Миронова – заведующая столовой. Ее коллектив готовит ежедневно на 600 строителей. Самый ранний завтрак с 6 утра, а самый поздний ужин может передвинуться ближе к полуночи. И всех строителей повара обязаны накормить горячими блюдами. Здесь на кухне вахта ничуть не легче, чем на трассе у трубы, уверяет заведующая. Столовая не очень большая, а людей очень много. Поэтому трудности есть, но мы справляемся. Спасибо девочкам моим. У нас и мясо, прям порционное, просто чисто мясо. И котлеты разнообразные, и рыбы. Рыбные и куриные домашние, то есть свинина, говядина. И курица, и окрачка, и куриные субпродукты. То есть печень, сердце, желудки. Ну, все-все. Повара в столовой, как и рабочие бригады строителей, из разных регионов страны. Марина Миронова из теплого Краснодарского края. Но холодные северные вахты ни ее коллектив, ни ее саму давно не пугают. Это любимая работа. Ну, лично в этой организации я работаю 8 лет. Даст Бог здоровья будет, конечно, поеду еще работать. Конечно, мне нравится моя работа. Сейчас на улице мороз за 30. Люди все на своих рабочих местах. Для здешних мест это вполне обычная температура, но техника выдерживает не всегда. Любые поломки стараются устранять на месте, чтобы не простаивала работа. Все вот эти поломки, все, мы не стоим. Мы стараемся все своими силами починить быстро. То есть свои наладчики есть, свои специалисты очень хорошие. В день на одном участке несколько автоматических сварочных комплексов могут сделать порядка 20 стыков. Это примерно 600 метров трубопровода. Но многое зависит от погоды. Когда на термометре ниже 45, сварка останавливается. В это время работать запрещено по требованиям безопасности. Великий риск обморожения. Да и техника в такой мороз может быстрее выйти из строя. Поэтому ее постоянно прогревают, чтобы не замерзнуть. Не каждый человек способен переносить такие условия. Но есть такие случаи, да, уезжают, не выдерживают. Но в основном у нас люди работают все с юга нашей страны, с Краснодара, с Кубани, с Ростова. Как ни странно, у таких вот это они выдерживают. Кому мороз ни почем, так это местным жителям. На границе Якутии и Самурской области живут венки. Некоторые зимой традиционному охотничьему промыслу предпочли работу на строительстве газопровода. Они валят лес, расчищая просеку под будущий газопровод. Порядка около 150-200 метров они должны пройти. Бригада из 10 человек, значит, трое вальчиков и остальные ребята, которые собирают лес, утилизируют. То есть вот их стихия – это тайга. Вот вы видите такие условия, где вот не каждый человек сможет работать. Они работают, живут непосредственно без отрыва. Всего же бригадам вальчиков леса пришлось прорубить буквально вручную многие сотни километров под будущую трассу. На пути газопровода множество рек. И каждый раз это новая задача для строителей. Проложить трубу просто по дну нельзя. Когда по ней под большим давлением пойдет газ, вибрация может отпугнуть рыбу. Поэтому трубу обычно укладывают в траншею, вырытую в дне реки. В среднем опускается 3-3,5 метра глубже уровня дна реки. После этого за лебедкой затягиваем трубопровод. И, соответственно, потом все идет рассмотрим. Засыпка, испытание, ну и все это остальное. Здесь болотистые места, обводненные участки. Летом здесь вообще сюда просто даже проблем надо ехать. Грунт здесь твердый, как камень. Порой ломаются даже стальные ковши экскаваторов. Но при проходе через реку есть и другие проблемы. Например, скальные породы на дне или подводные камни. Подолаз Владимир Некрасов готовится к погружению. Он должен обследовать участок дна реки. Глубина здесь 6 метров. Толщина льда получается около 30 сантиметров. И температура за бортом минус 30 градусов. Температура воды всего 4 градуса. Но этот экстремальный дайвинг – обычная работа для Владимира. Он уходит под лед. Ему предстоит пробыть там около получаса. С водолазом постоянно поддерживается связь. Приходилось погружаться в минус 45. Это мы доставали заряды для подготовки для взрыва траншеи. Человек такое существенное, ко всему привыкает. Наверху в руках тех, кто остался страховать водолаза, шланги связи и дыхания. В случае нештатной ситуации от действия этих людей зависит жизнь Владимира. Я, конечно, даю тебе отчет, что это опасная работа. Меня ждет дома моя любящая жена, мой сын Артем. Вроде бы здесь на работе ты ходишь. Все, домой, домой, домой. А приезжаешь домой и уже 15 дней проходит. Ах, блин, охота опять на вахту. На дне реки по пути прокладки трубы водолаз обнаружил большой камень. Теперь нужно решать, как с ним быть. Или выкапывать, или разбивать его. Будем устанавливать гидромолотный эскаватор из понтона. Подобные сложности затягивают сроки работы. Но время еще есть. Проход реки нужно завершить к лету. До того, как рыба пойдет на нерест. Таковы экологические требования. К лету рыбный завод в Якутии подготовил более 8 миллионов личинок рыбы для того, чтобы выпустить их в здешние воды. Строительство не должно нарушить экологический баланс в местных реках и озерах. Поэтому проводятся такие компенсационные мероприятия. Специалисты называют это зарыблением. В июне наступает самое благоприятное время для начала новой жизни в водоемах. Личинки выпускают в небольшие ручьи, притоки рек, где нет личных хищников и вода хорошо прогрета. Это своего рода ясли для будущей рыбы. Уже несколько лет на компенсационные деньги мы стараемся расширить видовой состав. Во-первых, у нас появилась рябушка, в плане у нас омурь. Также расширить в плане географию. Но прежде чем выпускать в реку рыбу, строителям необходимо не только протащить по дну трубу, но и укрепить береговую линию в месте ее прохождения. Русла и берега рек в районах строительства газопровода не должны поменять свои обычные очертания, сформированные столетиями. Для сохранения экосистемы делается все необходимое. Это противорезионный комплекс работ для предотвращения размыва грунта. Потому что мы сейчас грунт уже вскопали, то есть он может размыться. Сползти, оползти, размыться. Вот для этого. Защита берегов. Весной, когда вода вскроется, такие работы производить уже нельзя. С приходом теплого времени года в этих краях очень сложно вести в принципе какие-либо строительные работы. Распутиться здесь начинается поздней весной. И держится всю первую половину лета. А пока на ровном и твердом участке федеральной трассы водитель Дмитрий, можно сказать, отдыхает. Вообще работа нравится мне. Природу смотришь везде. Нравится мне вообще. За рулем это мое. Водительская жизнь, она вся романтика. Наслаждаться поездкой приходится недолго. Плитивоз съезжает с асфальта. Начинается главное испытание. Бездорожье. Тут многое зависит от опыта водителя. Преодоление этого относительно короткого отрезка пути до строящегося участка газопровода часто занимает уйму времени. Скорость максимум 20 км в час. На пенек наехал, считай, у тебя труба упала. Когда с рывка дергаешь машину, обрывается палец, который держит основную вертлю, на чем лежит труба. И труба падает. До конечной точки маршрута рукой подать. Но тяжелый плитивоз все же садится в глиняную колею, выбраться из которой самостоятельно он уже не может. Вытаскивать плитивоз приходит трактор-трубоукладчик. Здесь это нормально. Все стараются помогать друг другу. Было такое, что машина была полностью в такой траншеи, что окапывали экскаваторами, чтобы к ней подъехал бульдозер, зацепил ее, чтобы протащить. Пройти было невозможно, так же жижа была по поясу. Строители часто добираются до места работы на вездеходах. Обычные, даже мощные полноприводные машины в такое месиво просто не заедут. Но иногда и гусеничная техника вязнет и тонет в этих местах. А пока в Амурских лесах продолжается битва с бездорожьем, возле Благовещенска на границе с Китаем торжественно открывают пункт пропуска, через который российский газ пойдет в соседние государства. Подводный переход трансграничного участка газопровода через границу между Россией и Китаем является ключевым и образцовым проектом, который свяжет газопровод «Сила Сибири» и газопровод на территории Китая. Газ очень ждут не только в Китае, но и в соседних, приграничных регионах нашей страны. Совсем скоро нитка «Сила Сибири» протянется и туда. Именно там будет построен крупнейший газоперерабатывающий завод. Морский газоперерабатывающий завод будет вырабатывать значительный объем пропан-бутана, это около 1,5 миллиона тонн. Также будет вырабатываться порядка 2,2 миллиона тонн тана. И также будет вырабатываться 60 миллионов кубов газогелия, который также будет поставляться как потребителям России, и так и потребителям, будем говорить, Азианск-Тихкенского региона, в первую очередь, наверное. Это новые рабочие места. Это, в общем, целый большой кластер, который на Дальнем Востоке последние годы создается. Но для того, чтобы эти грандиозные планы стали реальностью, тысячи людей самоотверженно работали на строительстве газопровода в течение нескольких лет и в зной, и в лютый холод. Мы тоже уже привыкли, уже по 10-12 лет на севере. Если посчитать всю эту сварку, то получится, наверное, километра из сварки, сколько уже сварено. Мы варим без перерыва же, получается, каждый день. Сварщик Александр Ходас варит стыки труб вручную. Это особое умение. Выполнять такую работу могут только высококлассные специалисты. Однако контроль здесь прежде всего. У нас три вида контроля. Это ВИК идет, РК и УЗК. Денген контроль и ультразвуковой контроль. И, получается, по этим трём дается заключение. На каждый стык. Абсолютно на каждый стык. Лето 2017 года. В районе Шамановска-Амурской области кипит работа на трассе. Автоматическая сварка тоже дело непростое. Особенно с учетом здешнего рельефа местности. Рельеф средний. Не сказать, что много ухабов. Но попадаются и сложные участки. Делаем срезки грунта и проходим по рельефу угол изгиба. Всё рассчитано. И по проекту идём, по профилю. Всё, где положено, ставим нужного угла трубы. Уплатка труб почти ювелирная работа. Это невероятно, когда несколько тяжёлых трубачей, выстроившихся в ряд, опускают в траншею бережно, как дитя в колыбель, громадину газовой магистрали. Их действия отработаны и продуманы до мелочей. Машину Дмитрия удалось вызволить из грязи с помощью трубоуплатчика. Груз, наконец-то, на месте. Теперь главное снять 24-метровую трубу с плетевоза. Сделать это сложно. Водитель трубача должен подцепить её ровно посередине. Здесь спешить нельзя. Труба раскачивается и может рухнуть. Ещё пара минут напряжённого ожидания, и всё. Плетевоз свободен от своего груза. Дмитрий может возвращаться на базу. Сегодня с небольшими техническими обстоятельствами мы всё-таки довезли трубу до места. Выгрузились. Не считая то, что у нас лопнул шланг там по дороге. Застряли немного, нас тащили. Ну, довезли до пункта назначения. Сами видите, вот труба. Мы навозили её буквально за два дня. Теперь есть плацдарм для работы сварщиков. Задача этого рейса выполнена. Очередная труба доставлена до места. Но время ещё есть как минимум на одну поездку. Это значит всё сначала. Тот же маршрут и те же сложности. Работа на трассе продолжается. Сила Сибири не просто самый протяжённый газопровод и не только важный государственный и международный проект. Это демонстрация возможностей российских строителей. Всех, кто трудится над его реализацией. Они доказывают всему миру, как могут строить у нас. Строить там, где нет дорог, нет благ цивилизации, где не может работать и созидать никто. Кроме вас.